Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Локтёнов Андрей Геннадьевич, я пластический хирург. Сегодня тема нашего разговора – это сколько времени должно пройти между двумя пластическими операциями. И сразу вам напоминаю, что если вы проходите по ссылочке, которая к этому видео прокоплена, вы сможете записаться ко мне на бесплатную консультацию. Итак, мы начинаем. Друзья, любая хирургическая операция, в том числе и пластическая, это действительно, ее можно описать как травматическое воздействие на ваш организм. Независимо от того, что мы делаем лечебный эффект, хотим получить в ходе этой операции, либо это какой-либо эстетический эффект, если мы делаем пластическую операцию, все равно наш организм воздействие на него воспринимает как травму. И нашему организму нужно время, чтобы эту травму залечить. И, соответственно, наш организм устремляет все свои ресурсы на то, чтобы эту травму максимально быстро и, главное, без каких-либо последствий заживить. Поэтому, друзья, конечно, после каждой операции нужно выдерживать определенное время, чтобы дать возможность нашему организму восстановиться. Ну и самое главное, чтобы не навредить, поскольку если часто выполнять операции, которые являются, в первую очередь, плановые, да, они планируются, это не какая-то экстренная хирургия, где мы не можем предсказать, когда вдруг что-то произойдет, и, соответственно, здесь мы не регламентируем то время, которое может пройти между данными операциями. Здесь же мы сами определяем с вами тот порядок, через то время, через которое эти операции должны быть выполнены. Тем более, если это касается больших операций, таких как обдоминопластика, или пластика груди, или там любая пластика на теле, она требует достаточно времени, чтобы человек полностью восстановился, чтобы ушли отеки, чтобы они зажили. Поэтому, конечно, все сроки, которые должны пройти между двумя операциями, это определяет ваш лечащий врач. Он исходит от того, насколько объемная была предыдущая операция, как ваш организм на нее среагировал, как он восстанавливается. То есть время, которое должно пройти между двумя операциями, конечно, оно определяется индивидуально для каждого, но все равно существуют какие-то определенные минимальные пороки, которые надо соблюдать для того, чтобы не навредить той зоне, которая предварительно была подвергнута оперативному вмешательству. Ну и, в общем, чтобы здоровье ваше было в порядке, все показатели вашего организма, они были в норме. Вот я, например, в своей практике между двумя операциями выдерживаю пациента, ну минимум, это 4 месяца. Как раз это тот срок, который позволяет ему восстановиться, когда он практически полностью избавляется от отеков, которые у него были в той области, в которой мы оперировали. Ну и психологически он, скажем так, более готов к проведению следующей операции, когда проходит такой срок. Ну и самое главное по всем своим показателям, а это биохимические показатели крови, общий анализ крови, а именно гемоглобин, там, свертываемая система крови, она уже приходит в норму и дает нам возможность провести второе вмешательство, вторую операцию в полном объеме, не боясь, что мы сможем как-либо навредить. И зная, что опять организм реагирует нормально, без каких-либо последствий именно для здоровья. У меня на канале есть ролики, связанные с операциями, непосредственно истории самих пациенток. Вот у меня как раз, если вы по ссылочке пройдете, вы увидите. Была пациентка, которой мы сначала делали обдоминопластику, а через определенное время у нее был второй этап, где мы делали грудь. И вот она сама вам расскажет, как она воспринимала первую операцию, как она воспринимала вторую операцию, и вот все ее ощущения, которые она во время этих операций испытывала. Все она рассказывает, как-либо таки, переходите, смотрите. А и так, друзья, резюмируя по поводу этой темы, еще раз хочу сказать, что не надо торопиться, не надо спешить, да, многие говорят, вот давайте я сделаю сейчас одну операцию, а через месяц мы сейчас быстренько сделаем вторую операцию, потому что там скоро лето, я должен быть красивый. Вот так это не делается, поверьте мне, что надо выждать определенное время, чтобы все ваши показатели пришли в норму, чтобы организм восстановился и дал возможность нормально провести второе вмешательство. Поэтому не надо спешить, а надо делать все грамотно и правильно. И тогда результаты будут у нас с вами хорошие, осложнений будет, либо совсем не будет, либо они будут минимальны. А и так, друзья, сегодня с вами поговорил на такую тему, как время между двумя проводимыми операциями. Если какие-то вопросы у вас остались, пожалуйста, пишите их в комментариях, буду на них отвечать. Ну, а вам еще раз напоминаю, что если вы пройдете по ссылочке, которая к этому видео прикреплена, вы сможете написаться ко мне на бесплатную консультацию. Я вам всем желаю здоровья, удачи и увидимся в следующих выпусках.